Две истории одной жизни. Как только вы замените негативные мысли позитивными, вы начнете получать позитивные результаты. Много лет назад группа предпринимателей отправилась в США за прогрессивными технологиями. В Калифорнийском университете они знакомились с новыми тенденциями в маркетинге, в коммуникациях, разбирались, как это можно применить в наших условиях, в условиях тех стран, где они живут. Бизнесмены дисциплинированно посещали лекции и внимательно слушали преподавателей. Но только дело доходило до обсуждения практических вопросов, предприниматели начинали ныть. «Ну, конечно, вам повезло, у вас такое государство, такое образование, такие родители, такие законы. Да если бы у нас это всё было, вот тогда бы мы…» Нытьё продолжалось изо дня в день, пока однажды один старый профессор не выдержал. Он вышел из-за кафедры, присел на стол и обратился к бизнесменам. «Хотите послушать мою грустную историю?» Слушатели заинтересовались, и профессор продолжил. «Мне в жизни не везло с момента моего зачатия. Мой отец был безработным, он курил травку и перебивался случайными заработками. Мать была младкой, несовершеннолетней, любительницей вечеринок. Стоило ей залететь отца, как ветром вздува. Поэтому я без отцовщина. Но на этом моё невезение только начиналось. Юная мулатка, только заслышав мой первый крик, тут же на родильном столе отказалась от меня. И вот я, беззащитный ребёнок, кричал на руках у акушерки и не знал, что остался совсем один в этом чужом, незнакомом мне мире. История невезений продолжалась. Я был слабым, болезненным ребёнком, поэтому в младенчестве никто усыновлять меня не захотел. Кому в те годы нужен был ребёнок мулатки? Из дома малютки оставалась только одна дорога в детский дом. И это было новое наказание. Только представьте, детский дом для цветных детей. Я испытал на себе всё, как дерутся китайцы, как плюются мексиканцы, как щиплются чёрные. А как мне не везло с учёбой. Учителя долго не задерживались и всё время менялись. Да и не по всем предметам они у нас в детском доме вообще были. Поэтому со школы у меня тоже, как вы понимаете, не задалось. Ну, просто сплошное невезение. Он на мгновение прервался, обёл взглядом слушателей. Они всё ещё не понимали, к чему он клонит, но смотрели на него с сочувствием, ожидая продолжения рассказа. Тогда профессор вдруг улыбнулся и сказал, «Но хватит, это не моя история, хотите, я вам расскажу свою?» Бизнесмены совсем запутались, но кивнули. И он начал. Ставьте лайк, если хотите узнать, что было дальше. Я по жизни вообще очень везучий человек. Мне повезло прямо с момента моего зачатия. Когда мой непутёвый папаша исчез из жизни моей непутёвой мамаши, а заодно и из моей жизни раз и навсегда, возможно, он почувствовал, что не сможет в будущем помочь мне выжить. Я благодарен ему за то его решение. Кто знает, каким бы я тогда вырос человеком, и что бы со мной случилось, если бы моё детство прошло рядом с ним. А между тем мне продолжало вести. Юная мулатка отказалась от меня на родильном столе. И это тоже была удача. Если бы она забрала меня из роддома, я не уверен, что вообще остался бы в живых. Я благодарен своей непутёвой матери за этот её отказ. Мне страшно подумать, как бы я жил и где бы прошло моё детство, если бы она тогда не отказалась от меня. Дальше больше. Мне повезло, что меня не усыновили в младенчестве. Иначе я оказался бы, возможно, в тепличных условиях. Но разве это помогло бы мне стать сильнее и увереннее в себе? Конечно же нет. Именно жизнь в детском доме сделала меня сильным и стойким. Я научился у китайцев драться. Я перенял у чёрных их щипки. Да и плеваться я могу неплохо. Это ли не везение? Ну а со школой вообще отдельная песня. Учителей не хватало и несколько предметов иногда вёл один и тот же человек. В старших классах мы сдружились с учителем биологии, который был страстно увлечён своим предметом. И вот повезло. Он же преподавал у нас ещё и математику. Я попадал к нему на уроки каждый день. По его предметам у меня были только отличные оценки. И когда нужно было выбирать колледж, я не раздумывая пошёл туда, где нужна была математика и биология. Потом был университет, научная работа, семья, дети, внуки. Всё благодаря тому, что я родился под счастливой звездой. И я благодарен судьбе за это везение. Профессор сделал паузу и улыбнулся. Вот вам две истории об одной и той же жизни. Какая нравится вам больше? Только подумайте. Иногда мы слышим истории, которые могут изменить наше мировоззрение. Но нет истории важнее, чем та, которую мы рассказываем себе сами. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях свои истории. Я с радостью всё читаю.